Аня, сэр, а вон! С вами, да, я с темно-бросами-толи. И частенько под видеороликами, связанными с какими-либо, ну, как бы топами, с айдолами, с тем, кто же круче, кто же самый могущественный, кто же самый богатый, кто же самый юный, кто же самый старый, встречаются вопросы, связанные с тем, какие же группы мне нравятся и за кого выступаю я. Как, например, под тем роликом, где я, ну, как бы сравнивала, но не совсем все-таки, а группу BTS и группу EXO. Но сразу же появляется вопрос, за кого же я выступаю. Наверное, если я частенько упоминаю группу BTS, то, скорее всего, мне нравится группа BTS. Но давайте в данном видеоролике посмотрим на то, кто же мне на самом деле нравится. Я буду просто говорить о том, какие мне нравятся группы, какие мне нравятся, возможно, участники, ОТП, песни, музыкальные видео, еще что-то, чтобы вопросов, связанных с тем, кто же мне все-таки нравится, больше никогда не возникало. Потому что я смогу просто отправить этого человека посмотреть данное видео. Итак, что же касается музыкальных групп, точнее, корейских музыкальных групп. Конечно же, как все уже поняли, мне нравится BTS, мне нравится EXO, мне нравится NIS, мне нравится U-Kiss, мне нравится 2PM, мне нравится Kurosigen, мне нравится FT Island, мне нравится Chaney, мне нравится Shin'Hwa, о май гааш, мне нравится Sin'Blu, и это только маленькая часть, то есть я сейчас назвала где-то групп 10. Окей, у меня очень обширные вкусы, то есть мне нравится много разных групп, вне зависимости от того, какие-то они новые или не новые, или они уже название себе поменяли, или они расформировались, перерасформировались, заново создались и все прочее. Мне не важно, какие там изменения они претерпевают, они мне все равно нравятся, вне зависимости от их первоначального и последующего состава и всего прочего. Мне просто нравится их музыка, собственно, поэтому мне нравятся эти группы, а не потому, что у меня есть особый фаворитизм к некоторым участникам. Что же касается женских групп, то тут все очень просто, очень коротко, самое главное, потому что это For Me, это Miss A, это FX. Все. Это странно, но да, на этом все закончилось. И я сейчас вспомнила, что я забыла назвать королей в десятке вот той вот, так скажем, моих любимых групп. Это Пикпэн. Окей. Поехали дальше. Перейдем к любимым участникам, или же к отсутствию любимых участников. Окей. У меня есть всего, пожалуй, три группы, в которых у меня присутствуют любимые участники, потому что в остальных группах у меня их нет, мне нравятся все. Просто как бы да. Это 2PM. И это Никун. Я не знаю почему, но я очень хочу познакомиться с этим человеком. Возможно, он перестанет быть моим любимым участником в 2PM, когда я с ним познакомлюсь. Я не знаю. Но факт остается фактом. Из 2PM я выделяю Никун. Не знаю почему. Просто вот чего-то нравится мне. Из Big Ben Читереком. Он мне просто нравится как сольный исполнитель отдельно от Big Ben. Если бы он не был сольным исполнителем, ну, наверное, я бы его не выделяла из целой группы. Но да. А G Ди это просто чу. Только если бы он еще свой подбородок вечно не переделывал, а то это уже выглядит странно. Очень худой человек с очень большим подбородком. Но это так. Мелочи. И конечно же конечно же Крусил такая О май гааст Почему я выделяю не корейских участников? За исключением Big Ben. Почему? Никун не кореец. А Куя не кореец. Но вот что-то он мне нравится. Все-таки самое больное это когда танцуют этих супер сексуальные танцы просто уберите это от меня подальше я не могу с этим жить и спокойно спать после этого это выглядит слишком развратно и давайте перейдем к следующему моменты который некоторых людей раздражает и некоторым очень нравится именно по этой причине они пихают это везде это от и п или же в общем парочки созданы из участников групп единственная группа в которой мне нравятся какие-либо парочки это bts bts ненавидят когда кто-то где-то пихает их но немножечко нетрадиционные вот эти вот пары любовь эту их но окей пофиг я тот человек который в принципе нигде никогда никуда не пихает свое от п и как бы единственная польза от п это чтение фанфиков когда я не могу заснуть на корейском плюс 19 это больно и для тех кто не знал корейцы пишут высокорейтинговые гейские фанфики это странно но это так и их не так уж и сложно найти знаете ли но боль моя и так у меня есть только два но тп единственные верные для меня просто потому что про них приятно читать это звучит смешно и потому что они все время лапают друг друга это юнги и чимин и юнмины окей и это чонгук это хён я забыла как они называются вот серьезно почему-то у меня вылетело это из головы а вигуки окей юнмины и вигуки это а два самых приятных для меня пейринга и если говорить о неприятных то я не могу жить с пейрингами связанными секса но моя маленькая страшная тайна я играла в визуальную новеллу в которой были участники экса там кажется был дио там был крис там был тао и там был еще кто-то в общем весь смысл был в том чтобы застукать тао и криса так скажем совокупляющимися это было ужасно это было реально ужасно потому что кто бы мог подумать что это может выглядеть настолько развратно фанфики это еще пол дела а вот визуальные новеллы самыми пикантными сценами это слишком я думала что все будет более цивильно но что-то пошло не так но все же сложно мне жить с этими пейрингами музыкальные видео конечно же бития просто как бы все тут больше слов не нужно не знаю почему но даже спустя много лет мне будет наверное казаться что это одно из самых красивых музыкальных видео неважно корейское она или японская обе версия не просто ну еще это очень красивые танец и если говорить о танцах то это та висящая немножечко вещь которую я все время почему-то танцевала раньше у меня это не очень хорошо получилось но я очень сильно старалась до того момента пока не получилось хорошо сейчас я не могу это уже танцевать потому что она у меня вот здесь но тем не менее это станет прекрасен как и танцы кэрлсы джун и также как и просто вот эти вот супер сексуальные танцы отдельно у такой отдельно у тэмина из шэйни и отдельно у чонгука и тэмина как с этим жить я не знаю но по крайней мере в этом видеоролике вы определенно узнаете все мои слабости так скажем но все же едем 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 дальше любимая песня пожалуй это еще одна любимая песня окей это это песня меня когда-то просто забивала потому что я не могла ее спокойно слушать она меня мучила и мучает до сих пор когда случайно включается где-то в плейлисте но еще мне нравятся практически все песни ft island потому что голос он и он просто великолепен я не знаю что еще сказать и собственно сам конки тоже принципе великолепен вне зависимости от того что на экране он или в реальной жизни он просто плюшка с сахарной пудрой и конечно же самая прекрасная вещь которую можно было создать это инжин или ты прекрасна или как там еще это называют а в общем и в те синблю ченгэн сок и ссори я забыла как ее зовут но она моя любимая актриса просто у меня сейчас из головы вылетела но в любом случае это просто самое лучшее сочетание которое только было когда-либо вообще в фильмах потому что даже тоже кажется кейпу последнее прослушивание или как-то так она называется она не блещет такой замечательный гендерной интригой и такими замечательными просто парами созданными из ниоткуда когда просто все парни умудряются влюбиться в одну девушку которая как бы тоже парень о май гааш вот почему все время корейцы делают такой упор сторону всех этих гейских намеков потому что если вы так посмотрите то огромное количество просто фильмов создана с этой гребаной гендерной интригой вообще в принципе азиаты любят это создавать то есть под азиатами я понимаю японцев корейцев китайцев тайцев и танцев еще кого-то потому что это очень много фильмов очень много странных фильмов но тем не менее не грязь мне нужен гендерная интрига где девушка притворяется парнем это просто моя жизненная история поэтому я спокойно отношусь к тому когда участники мужских групп начинают друг друга лапать или делать еще что-либо потому что все таки скиншип между участниками одного пола это нормально скиншип между участниками разных полов разных групп это а-та-та потому что за это и наказать могут сколько же у нас уже скандалов было когда вдруг участник какой-то группы случайно потрогал за что-нибудь участницу женской группы скандалы из чего просто потому что ну как это так они прикоснулись друг другу но зато когда парни трогают друг друга это ох давайте все будем их спаривать так скажем но в любом случае теперь я приоткрыл завесу тайны связанную с моими любимыми участниками с моими любимыми группами с тем кто мне в принципе нравится я надеюсь что больше не будет возникать вопросов потому что если что а джейдрайвинг битес шайни все 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 вот эти люди о которых я говорила ранее это собственно и есть те кого я слушаю чаще всего именно слушаю чаще всего потому что я немножечко внутренне переросла тот момент когда ты смотришь на них и просто влюбляешься поэтому я вам тоже в принципе не советую влюбляться в вот этих вот всех прекрасных айдолов потому что в большинстве своем это очень сильно наперевает сердечко когда а вы можете с ними встретиться и не можете их полапать так как они лапают друг друга поэтому не влюбляйтесь в участников групп и не выделяйте кого-либо отдельно то есть есть группа и нет части группы без других участников то есть группа не может существовать если кто-то уходит потому что как мы уже заметили те группы из которых постепенно уходят участники они распадаются если вы не хотите чтобы ваша любимая группа распалась не говорите о том что вы хотите чтобы какие-то участники покинули ее и не нужно слишком большого фаворитизма и нужно перестать везде опихать свое оттп то есть а вам нравится читать фанфики вам нравится смотреть какие-нибудь артики с ними окей а любовь просто вечная но не нужно пытаться тыкать его там где не следует то есть вот эти вот вещи когда например например публикуется какая-то фотография двух участников и они допустим обнимаются все сразу начинают везде тыкать свое оттп идите-ка вы лесом такие люди подальше потому что это раздражает и если это не арт специально созданный по этому оттп то вдох выдох успокойтесь и перестаньте его везде пихать просто идите почитайте фанфики или что вы там делаете обычно в такие моменты но другим людям это может быть неприятно поэтому больше никаких вопросов о любимых группах потому что я все сказала мне в принципе нравится огромное количество клуб и если говорить просто об отдельном участнике то есть об отдельном исполнителе который никак ни с кем не связан то это Сони и это пожалуй возможно да АЮ все все ну и Суран возможно немножко потому что мне нравятся некоторые ее песни и окей я слушала Суран когда это еще не было мейнстримом и когда Мин Юни ее не продусировал Ю все ну все пожалуй в данном видео моя речь сказана я наконец могу спокойненько расслабиться и больше не говорить нигде о том какая же группа какие же участники мне нравятся я все сказала L48 а я а есть ну идет Субтитры сделал DimaTorzok